В борьбе со стихией, автоинспектором и сотрудникам МЧС, да иногда приходится в буквальном смысле бороться за человеческие жизни. Так на Ростовской трассе они вызвали из снежного плена женщину, находящуюся на шестом месяце беременности. А малыша из поселка Заречный, тракторозаводского района Волгограда, куда не смогла пробиться скорая, спасатели на снегоболотоходе Бобр доставили в больницу. Мария Иванченко с подробностями. Как вы себя чувствуете? Малыш чувствует себя лучше, конечно, температуры нет. Этого пациента врачи второй детской больницы наблюдают особо внимательно. На обходе врач осматривает спящего Антона Ткачева и расспрашивает маму о самочувствии малыша. Ребенок попал в лечебное учреждение вечером 11 декабря в тяжелом состоянии. Высокая температура держалась у мальчика несколько дней. За это время отец не раз вызывал скорую. Однако из-за снежных заносов все подъезды к поселку Заречный в тракторозаводском районе Волгограда оказались заблокированы. Сами понимаете, маленький ребенок, состояние может ухудшиться в любой момент. А тем более, когда высокая температура и она не падала. В ситуацию по просьбе скорой вмешались спасатели. На специальном снегоболотоходе, который продвигается по сугробам на гусеницах, сотрудники МЧС доехали до дома малыша, где его осмотрел фельдшер. Экипаж снегоболотохода связался с ближайшей пожарной частью. Бобр с больным мальчиком и его отцом на борту добрался туда в считанные минуты. И потом уже скорая доставила ребенка в больницу. Снегоболотоход был представлен нам. Мы совместно со спасателями аварийно-спасательной службы Волгоградской области сходили туда, в поселок Зареченский, забрали ребенка для дальнейшей госпитализации. Вывезли его на трассу. Но уже там стояла скорая помощь, поэтому передали медикам его в дальнейшую, его положили в больницу. Сейчас самое страшное для родителей самого малыша уже позади. Врачи говорят о том, что жизни годовалого Антона уже ничего не угрожает. Однако, если бы помощь спасателей не подоспела вовремя, последствия могли быть совершенно другими. Прогноз, конечно, в связи с тем, что у ребенка уже в течение трех дней сохранялась высокая температура, конечно, возможно развитие интоксикации, то есть обезвоживание, конечно, ребятеночка нужно было спасать. Только за последние сутки для того, чтобы доставить медиков больным детям, спасатели на спецтехнике выезжали несколько раз в Кировский и Советский районы Волгограда. Продолжает работать в круглосуточном режиме горячая линия регионального МЧС. Психологи несут дежурство на телефонах, отвечая на вопросы волгоградцев и жителей соседних регионов о сложившейся обстановке на автотрассах области. Мария Иванченко, Василий Кострекин, телекомпания Ахтуба.